Всем привет! Это новая серия и наконец-таки я дождался свой обвес Чтобы вы понимали, я ждал его с 1 декабря То есть с 1 декабря я оформил заказ И вот сегодня 21 марта и обвес у меня Сейчас будем вскрывать, смотреть что там внутри Есть как бы моментики всякие Но это ничего страшного В целом вроде как все окей Конечно геометрию будет видно при примерке полностью на крыло Как бы по геометрии понятное дело, что будет видно только на машине Есть места, которые нужно доработать В любом случае это как бы стеклопластик И его нужно подгонять Но подгонкой мы будем заниматься чуть попозже Это вот накладка на дверь Короче расширение вообще дикое получилось Тут видно расстояние Когда колесо встанет в ноль, 2,65 покрышка и проставок накинул И будет нормально Про расширение я сниму отдельный ролик Расскажу за сколько купил, где купил, сколько ждал Какие были сложности Также с установкой моменты все Чтобы была полностью ясна картина Всем привет! Сегодняшнюю серию начнем с маслонасосов Пришел мне мой насос с 2GZ GTE Сейчас покажу в чем разница между Первым турбовым, вторым турбовым и вторым атмосферным Начнем с колец маслонасоса Вот это вот 2GZ FSE Это первый GZ, мое кольцо Это 2GZ GTE новый Различие у них естественно визуальное Но если вы например не можете отличить первый от второго То здесь есть такая метка Здесь она в форме квадратика А здесь в форме кругляшка Это первый, это второй Это вторая атма, у них идет обычно треугольничек Можно видеть размеры, что второй GZ больше чем первый А первый естественно больше чем атма насос Вот так разница на ровной поверхности выглядит Да, 2GZ чуть больше чем первый Но это дает преимущество в давлении Дальше ситуация с шестеренками Здесь точно так же На атмосферном треугольничек Кстати на первом почему-то метки нету А вот 2GZ GTE На нем вот здесь вот выбит квадратик 2GZ Turbo, 1GZ Turbo, 2GZ Atmo Теперь вы понимаете почему ставят 2GZ GTE Потому что он самый производительный из всех насосов Теперь поговорим о корпусах маслонасоса У меня есть вот три версии Это вот мой Первый GZ GTE Это второй GZ Atmo FSE И вот 2GZ GTE, которые я купил Новый В общем визуальное отличие между первым турбовым и вторым турбовым Вот в этом окошке То есть на втором GZ здесь есть окошко На первом его нету Также вот здесь нет никакой перемычки А здесь вот она есть Ну как бы отличить можно Визуальное отличие конечно же тоже есть Но опять же это окошко, которое здесь вырезано Вот здесь в уголке нету такой отливки Ну и еще если посмотреть Можно найти кое-какие моменты и нюансы Но это не важно Он встает болтон Все нормально Ну и 2GZ FSE Естественно у него тоже другая крышка Отличается Тоже как бы ошибиться очень сложно При покупке такого насоса Про доработку маслонасоса Вот если посмотреть на 2GZ FSE То у него углы гладкие Можно видеть Как бы не совсем Но гладкие Если смотреть на 1GZ GTE То у него есть вот острые углы Которые по хорошему нужно спиливать Что я и хотел сделать Доработку А вот получается маслонасос 2GZ GTE И видно что у него есть ступеньки Которые тоже нужно доработать И вот еще неровности Отливки Дорабатываются вот в этих местах Потому что здесь прям острый угол И вот в этих местах Обычной вот такой вот шарошкой Высовывается и протачивается Значит сейчас будем дорабатывать Вот это место полностью Будем разглаживать Камеры высокого и низкого давления Я не буду делать больше-меньше Хотя знаю что делают Единственное я уберу вот здесь неровности Но скорее всего вот этими шарошками И буду стачить вот тут угол Собственно для чего это сделано Когда масло идет под большим давлением На больших оборотах Оно спотыкается от все вот эти неровности И создается завихрение масла В принципе все вот эти неровности Можно и не убирать Но оно дает определенно свои плоды То есть давление масла более стабильное И нет кавитационного явления Оно обычно бывает на больших оборотах Когда масло не успевает уходить Спотыкается и завихрением бьет в крышку Вот в эту часть Она здесь алюминиевая Достаточно тонкая И начинает масло выдирать Вот через вот эти каналы в стороны Ну и рвать крышку естественно Давление при этом падает Я конечно не знаю сколько мотор нужно крутить Чтобы так было Но слышал бы такие явления И чтобы их избежать Все таки здесь сделаю Изначально я хотел свой маслонасос проточить И поставить Но что-то пошло не так Ну короче вот что получилось после портинга Здесь немного подровнял Здесь Самое главное Вот это беда И вот эти места Здесь наверное не видно будет Короче теперь здесь Такие углы сточенные Сейчас его надо будет промыть Хорошо Хорошо Потому что если попадет стружка Все здесь закоцает опять И все Можно будет ставить Короче это мои рычаги С прошлого сезона Плюс 3 В этом сезоне скорее всего будет плюс 4 Либо плюс 5 Пока не решил Сайлентблоки у меня стояли CTR В принципе нормально походили Рычаги я продал Хочу рассказать про сайлентблоки Вот сайлентблоки рейки В таком вот состоянии Короче они все Закончились На смену им Купил Такую вот Полууретановую втулку Здесь артикул есть Если кому-то надо И вот такие вот В рейку Жесткие Думаю теперь рейка будет стоять жестко А в нижний рычаг Купил вот такие вот Артикул Сайлентблоки И вместо CTR Будет стоять полууретан Проверим как они Артикул на втулках Для рейки Еще при подготовке деталей Хотел покрасить дроссель И столкнулся с такой проблемой Что его нужно разбирать полностью В общем решение принято Вот так вот отрезать И наварить сюда Просто кусок пайпа Убрав этим самым Вот эти два отверстия Под ТРК Подача антифриза На холостой ход Все равно мне уже не нужна будет А трубку на гидроусилитель руля Мы просто сделаем снизу Короче при отпиливании дросселя Не учел один момент Что пайп который я буду приваривать Он тоньше стенкой Когда поставил Увидел вот такую вот ступеньку Здесь я ее уже доработал внизу Вот здесь А с этой стороны специально оставил Чтобы было видно То есть по внешнему диаметру Все идеально встает А вот внутри Есть стеночка Ее нужно дорабатывать Стачивать Чтобы она была Более прямая Не знаю на камере будет видно Нет Ну короче Теперь все ровно Все углы сглажены И впуск теперь ровный Финально это вот так вот выглядит Сейчас еще чуть-чуть подпилю И все Почти как завод Еще такая вот опора Гура у меня была Это получается кондиционер обрезанный Теперь у меня будет стоять такая опора Продается в АДЖСе Стоит что-то 1000 рублей Короче покрасить надо Переместились на шинку к пацанам Holiday Wheels И сегодня мы будем варить клапанные крышки И трубку У трубки есть такой штуцер На клапан холостого хода Его нужно просто заварить Чтобы его не было Также надо приварить фитинг На верхний патрубок И приварить на крышке На картерные газы С этой стороны сделать больше расстояния Потому что здесь маленький фитинг Заполировал Как по заводу Да Этой фигней можно отполировать крышки Но мы этого делать не будем Потому что у нас крышки будут черные Короче с этой стороны вот такой вот фитинг Так вот приварен Грамотно Короче вот что получилось Такие фитинги Н10 Будет вот такой здесь фитинг Здесь такой же Просто я с собой один взял Дальше получается на турбину подача Отсюда Перекочевала вот сюда И вот здесь получается подача На клапан холостого хода Заварена Это сделано для того Чтобы зимой Клапан холостого хода не замерзал Не собирался там конденсат И не примерзал Типа подогрев Но зимой машина не эксплуатируется Поэтому он не нужен Тут вот силовые бампера сейчас снимут Под юбкой тут башбар Кенгурятник Нормальный чё пойдёт Ну мы сварили не как башбара Чисто как штатную жёсткость Короче дизайн на сезон Я думал вы будете больше что-то раскрашивать Я думал Я тоже думал Да? Да Я не хочу, чтобы прям много было Но там ещё будет наклейка на дверь Наклейка будет вот здесь? Да, набор Типа пони Потом сразу наклейка с ней Михаил, дни мне отбитого, кто готов заплатить за краску У меня есть ухоенный дизайн Отбитый чувак, который готов просто десятку скинуть прямо сейчас Десять тысяч и начинаем красить машину, да? Ну там 10-12 На краску Какой это дизайн? Лютый Лютый? Он просто отдаёт тачку, а потом забирает её через 5 дней И мы смотрим на его реакцию, да? Да, смотрим просто на его реакцию, как он вахует С этой стороны пони стреляет с УЗИ Сзади ОМГ Тут тоже каллиграфия Здесь акриловый маркер сверху просто И здесь пони с радугой Короче, вот новый дизайн боевика на сезон Кстати, краску используют пацаны Артон Ну она вообще офигенно как-то ложится Но единственный минус этой краски То, что она смывается очень сильно бензом Короче, ну вы видели процесс покраски В принципе, не сложно Только кумор стоит, вытяжки нет Да нет, в целом прикольно получилось Конечно, пыль оседает Всякая шляпа с пола летит Но, я думаю Короче, день Икс настал Такой вот боевик Сегодня чуть-чуть полирнули его, не сильно Наклейки Бороги Пацаны плотно на детейлинге Чё, обзор на Марк делать? Я думаю, надо по-любому сделать обзор на Марк Короче, такой вот стилёк Гулять, а там колёса и башни Всем привет, это экстренное включение Вот от GS кулиса есть Пробег у неё буквально 2-3 дня Как бы вот она отломалась по месту сварки Очень неприятно было Потому что тачка поехала на гонки И на гонках сломалась кулиса Поэтому, как я говорил в прошлых сериях Нужно дорабатывать этот узел Потому что он ломается Если что, это варил не я А прошлого делец Так что, если вы берёте кулису с GS Если что, лучше чуть-чуть доварить Чтобы не было таких моментов И вот такое вот количество запчастей у меня Нужно всё покрасить Что-то в чёрный глянцевый Что-то в чёрный матовый Сейчас буду всё разбирать Чистить, подготавливать В покраске И надеюсь, сегодня всё покрашу Короче, обезжирил крышки, зачистил Также обезжирил подон, зачистил Сейчас буду красить в чёрный глянец Это уже два слоя В принципе, глянец Глянец блестит Всё отлично Подсохнут, можно будет ставить Сегодня настал день Х Мы будем собирать мотор Точнее, нижнюю часть Верхнюю пока не собираем Нет ещё всех запчастей Короче, вкладыши вскрывать мы не будем Потому что нету сейчас инструмента под рукой Ну и решили не трогать Потому что каждый болт здесь затянут своим моментом И можно потом не закрутить Вытянуть шпильку И, короче, встать ещё на неделю Нам уже собирать надо Поэтому сейчас меняем коренной сальник Маслонасос уже собран И будем ставить Да нахуй не снимай, некрасиво же Нормально Здесь всё по мануалу, короче, надо насыпать Я видел, короче, как американцы Накладывают вот этот герметик полностью И здесь, и здесь размазывают И там такой слой толстый И всё попадает туда вовнутрь, да Когда они прислоняют это к мотору Ну это вообще палево По мануалу нужно именно вот так Мотор готов к установке нижнего поддона Здесь всё зачистил Сейчас будем ставить нижний поддон Маслонасос уже стоит Сзади сальник поменяли Да, конечно, условие у меня не очень в гараже Для сборки мотора Не моторное, но я думаю, походит Сильно грязи много не насыпалось вроде Короче, всё поддон стоит Всё протянуто моментом Здесь вот так вот герметик приложен Красиво, аккуратно Постарались положить Тёма зарешал вопросы Даже в маслоканал не попало ничего Хотя, бывает, попадает Глаз алмаз, рука набита Всё ништяк Здесь тоже всё окей Короче, ставим помпу Специально для помпы купил ключик Средний ключ Чтобы в арсенале не было Частинки поддон Есть ребята, которые, короче, размазывают герметоз Мы по другой технологии Мы, короче, мы просто намазываем И ставим А как вы ставите поддоны? Пишите в комментариях, да? Ставьте лайк и палец вверх Подписочку Подписочку? Я думаю, все, кто надо, уже подписались Короче, все болты новенькие Поддон блестит Про расширение я попозже расскажу Я хочу вот примерить на крыло Мне нужно вырезать крыло Чтобы примерить на машину И посмотреть, насколько шире будет база Чтобы нижние рычаги разварить Сейчас отпилю Прикину, посмотрю, сколько будет Короче, пришлось вырезать пол крыла Ну, так это выглядит База достаточно широкая становится Здесь крыло вот так встает Короче, видно будет эту распорку Убирать я ее не буду Я просто ее покрашу Ну, она как и была черная, так и останется Здесь все раптором задую Ну, выглядит оно очень широко Сегодня закупился материалом Взял акриловую эмаль Базовую белую Под капотку Взял растворитель, обезжириватель Взял раптор и биндер Биндер это, грубо говоря, прозрачная база В которую будут добавляться флейки И красится под капотка Ну и раптора взял, чтобы залить подкрылки Мотор уже почти собран Осталось подготовить подкапотку под это дело Ну и подкрылки, естественно Буду сейчас заниматься плотно под капоткой Заклеивать все дыры Все зачищать, шкурить И поливать белой краской За ней биндер с флейками А дальше будет покрыта лаком В общем, решение принято вот так вот отрезать И наварить сюда просто кусок пайпа Убрав этим самым вот эти два отверстия под ТРК Подача антифриза на холостой ход Все равно мне уже не нужна будет А трубку на гидроусилитель руля Мы просто сделаем снизу Также я обещал рассказать Сколько встали мне все прокладки на мотор Надо посчитать Тут у меня все чеки есть В общем, все цены прикреплю вот здесь Это конечная сумма Я еще не знаю ее Но я уже дома посчитал И вложил это во влог Вот такая сумма получилась За все прокладки Все кольца, все сальники Все, что было, можно купить Вплоть до шайбы в поддон Которая прикручивается на масло слив Запшикал здесь все тысячкой Профамом Сейчас она потихо под разъезд Я еще ее все размылю Буду мыть Подготавливать, так сказать Потом здесь внутри Короче, спустя два часа Такой вот видон получился Все отмыл Все, что отмылось Вот такие отверстия большие заварю А маленькие просто заклею И смотреть за крашу Раптором Раптором Короче, на нулевиках профессиональных Влоги мои не смотрит Говорит Нафиг надо Вот нулевик хороший Я люблю Subaru Серега посмотрел мой выпуск И говорит Нафиг эти нулевики ваши Дырявые Которые нифига не фигуруют Он сделал Видишь, грамотно У него штатный короб Теперь у него не будет ссать грязь Потому что 5 тысяч у него на нулевик нету На Е-Моске Он вот купил штатный короб за 5 тысяч Короче, на Серегину тачку Мы обзор попозже сделаем Будет потеплее Серега подкрасится Диски в новый цвет покрасит И сделаем его обзор на диски Они у меня сегодня в белом цвете Но хочет другой цвет Это оригинал Ворк Это 9 Это перед, вот, 9 с половиной 9 Перед 9 Зад 10 Зад 10 Короче, Серега на жире в этом сезоне Да, Серега? На Джапаняки На Джапаняки, да Серега в этом сезоне говорит Я с тенсером буду, дрифтить не буду Нет, у меня будет еще пара колес По трифт Да Вот это ты куда собрался? Да Ты в Гоу Харп? В Японию собрался? Нет, нет, в Гоу Харп Гоу Хард? Ты ждешь Гоу Хард? Готовишься? Да Короче, такая серия получилась Под вечер рэпу дали Так сказать, открыли сезон летний Ну, а в следующей серии Буду красить подкапотку Альтеза уже И, наверное, ставить мотор Собирать проводку Так что следите, не переключайтесь Всем до встречи в новой серии